Ежегодно врачи мурманского онкодиспансера выполняют более сотни операций на щитовидной железе по поводу злокачественных новообразований. Рак заболевания коварное, поэтому важно выявить его как можно раньше. Ведь пока опухоль мала, хирургам во время операции удается сохранить часть железы. И она вполне может взять на себя функции всего органа. Рак щитовидной железы лечится хирургическим путем. В отдельных случаях при распространенных процессах, кроме операции, дополнительно проводится радиотерапия. Это для наиболее часто встречающихся высокодифференцированного рака, цикулярного петеля, то есть папиллярный фолликулярный рак. Зачастую наличие новообразования обнаруживают случайно, например, во время исследования сосудов головного мозга. Но идеальный вариант, когда внимание к своему здоровью приводит человека к врачу. Ведь на ранних стадиях опухоль никак себя не проявляет. Понять, онкологическое это заболевание или нет, можно только с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии. Это самый современный и информативный метод диагностики. Ирина Федоренко – опытнейший доктор. Более 20 лет она занимается диагностикой. Через ее руки ежедневно проходят несколько десятков пациентов. Говорит, современная высокоточная техника позволяет исследовать опухоли размером от 2-3 миллиметров. А достоверность результата стопроцентная. Это подтверждено гистологическими исследованиями операционного материала. Выявляется узловое образование в щитовидной железе. Тонкой иголочкой берутся клеточки на исследование. И препарат отправляется на следующую обработку в гистологическую лабораторию, где специалист исследует материал и ставит свой диагноз. Щитовидная железа с помощью гормонов регулирует потребность нашего организма в энергии. И если вдруг появилась болезненность или припухлость на шее, откладывать визит к доктору нельзя. Не всегда симптомы очевидны. И нарушение работы щитовидки не обязательно бывает вызвано онкологическими заболеваниями. Когда нарастающая слабость, это мы всегда заподозрим гипотиреоз. Масками гипотиреоза также является анемия. Часто с анемией попадает человек к гематологу, к терапевту. Но смотрят, что вроде бы как гемоглобин-то нормальный, а нарастающая слабость заставляет врача направить на гормоны. На здоровье щитовидной железы очень влияет и окружающая среда. У женщин проблемы возникают чаще, чем у мужчин. Большую роль играет и наследственность. По данным исследований 2003 года, около 40% жителей нашего региона испытывают дефицит йода в организме. А поддерживать правильный баланс можно и нужно. Правильное питание, достаточное употребление йод-содержащих продуктов, умеренные физические нагрузки – все это поможет сохранить здоровье щитовидной железы на долгие годы. Янина Морозова и Татьяна Лежняк, ТВ21+.